У нас тема 5 действий, которые вы можете совершать в ваших отношениях, и это отношения просто убивают. Некоторые действия убивают быстрее, некоторые медленнее, но всё ведёт к одному и тому же. Отношения в итоге разрушены, все травмированы, на сердце шрамы, горе, ну и вот это вот всё. Готовясь к этому эфиру, мы решили, что мы не будем брать пункты очевидные, ну то есть, типа, измена. Интересно, измена разрушает отношения? Ну, конечно, разрушает, да? Какие-то такие, или, например, физическое насилие, ну типа, во благо это или во зло отношения? Ну, понятное дело. Первый пункт, мы назвали его предательством, но предательство это мы сейчас раскроем, в каком смысле предательства мы имеем в виду. В каком смысле предательства мы имеем в виду? Это так громко, да, мы назвали, но когда вы в отношениях не делаете выбор в пользу вашего партнёра. И это как могут быть большие какие-то такие моменты, так и небольшие. Когда, к примеру, вас, ну вот супруг вам говорит о том, что для меня это важно. Слушай, ты можешь вот так не делать? Или, слушай, мне очень приятно, когда ты вот готовишь завтраки. И вот если вы игнорируете такие моменты, то это, ну вот мы назвали это предательство. Да, может быть, это так громко сказано, но если вы вступаете в брак, и вы друг для друга, то пренебрегать какими-то такими моментами, это будет способствовать тому, что отношения будут потихоньку умирать. Да, я даже выписал, когда я готовился, я даже вот по поводу этого предательства, я выписал для себя определение, что такое предательство вообще в принципе. Если вы следите за нашим каналом, вы знаете, что мы в последнее время много обращаемся к Википедии. Так вот предательство — это сознательное нарушение клятвы или отклонение от принятых самим человеком, его ближайшим окружением или сообществом людей, в котором он проживает, норм или ценностей. Действие против этих норм и ценностей, отрицание их, а также их явное или скрытое отрицание. В сообществе, которое здесь упоминается, мы принимаем семью, ну или отношения, пару. И если у вашей уже второй половинки, или, может быть, вы только идёте к браку, есть определённые ценности, и вы ими пренебрегаете, вот это мы называем предательством. Успели вы уже дать клятву у алтаря или ещё нет, но когда вы говорите «ты мне нравишься, давай будем парой, давай будем встречаться, давай строить отношения», это уже в некотором роде завет определённый. Ну то есть вы берёте на себя ответственность, и значит, вы уже даёте какое-то обещание. И вот предательство — это когда вы пренебрегаете скрыто или явно ценностями, которые важны для того человека, который рядом с вами. Я люблю цветы, я не понимаю, зачем дарить цветы, давай дарим. Да, это глупость из-за чего. Подарю тебе что-нибудь более практичное. Но я люблю цветы, и нет, я не понимаю. Ну вот какие-то вот такие моменты, и вроде бы они кажутся такой ерундой, такой мелочью, но открою вам секрет, что вся наша жизнь, она состоит из таких мелочей, вся наша жизнь. И такие мелочи, они либо в совокупности делают нас счастливыми, либо несчастными. И вообще в семье очень много построено, ну очень много в семье быта. Когда я, наверное, сказала это слово, у всех, наверное, слух так сразу порезало, из-за того, что все боятся бытовых отношений. Но это неплохо. Ну то есть вы живёте вместе, у вас свои какие-то, ну, моментики, вот вы притираетесь друг к другу. И всё на самом деле состоит из, ну вот, из каких-то вот таких мелочей. Вот даже, ну... Есть классный пример, когда, может быть, раз ты говоришь про цветы, да, один раз в год, но 12 роз, или каждый месяц, но по одной розе. Мы иногда думаем, что вот для того, чтобы созидать отношения, нужно, особенно мужчины, мы так, надо та-та-та-тан, свозить на Мальдивы, мы съездим обязательно, или подарить машину, я подарю тебе машину, да. Сколько человек у меня свидетелей. Да, нам кажется, что это вот что-то такое для того, чтобы... Но на самом деле это ведь вообще не об этом. Классно, когда есть такие моменты, но отношения строятся вот тут чуть-чуть, вот тут чуть-чуть, вот тут, вот там. Ты улыбнулся ей, сказал, как она прекрасно выглядит с утра. Да. Мелочь. Но вот если вы каждый день будете говорить своей женщине о том, как она прекрасна, вы будете пожинать такие плоды, просто невероятные. Или ты просто, он уходит на работу, вот, просто подошла к выходу, проводила его, обняла, вот так вот сказала, благословляю тебя, муж мой, жду тебя назад. В смысле? Это же ну просто мелочь, ничего не стоит. Но ещё мы сейчас опять, мы можем говорить до бесконечности, но давай придерживаться списка, пожалуйста. Так вот в предательство я вкладывал ещё, знаете, какую вещь? То, что реально очень сильно разрушает отношения, это когда вы занимаете сторону не его или её, а чужую. Когда в компаниях или где-то вы у родителей происходит что-то, и вы встаёте на сторону родителей, а не своей жены или своего мужа. Если вы в компании с друзьями и происходит что-то, конфликт или просто хи-хи-ха-ха, но вы как бы не защищаете её, а такие, да-да, типа, вот они-то правы, а ты, ну что ты там? Оно, казалось бы, все такие ха-ха-ха, но это вот сюда прям в самое сердце попадает, и это то, чего нельзя делать ни в коем случае. Это прям надо над собой работать и удерживать себя. Потом дома, один на один, вы можете высказать всё, что хотите, ну, делайте это тоже грамотно, аккуратно, но когда вы вот в обстоятельствах, мы друг за другом горой, всё, неважно, ты можешь быть неправа на 200%, хотя такого не... Юля всегда права, да, но ты вдруг можешь где-то быть неправа или сказать какую-то глупость, или поступить как-то не так, как нужно было, ошибиться каким-то образом. Всё это не имеет значения. Вот сейчас, в данный момент, я с тобой, это мы вместе сделали, всё, неважно, все дураки, кроме нас, понятно? Но потом ты можешь сказать, вот, ты так больше не делай, ты вот зря это сказал или что-то такое, но там где-то. А в компании, в присутствии других людей, мы друг за друга горой. И вот когда вы делаете иначе, вот это для меня тоже является предательством. Мы с тобой вдвоём, мы строим отношения, мы с тобой команда, мы с тобой одно целое, и тут вдруг ты не за меня, а за родителей, не за меня, а за детей, не за меня, а за друзей, за кондуктора, за, не знаю, за продавца. Нет, мы здесь вместе. Потом можно обсуждать за закрытой дверью вдвоём всё, что хотите, всё, что угодно. Вот это для меня кажется предательством, которое сильно разрушает. Причём это может не вылиться сразу в какой-то конфликт по возвращению домой. Ну, чаще всего жена вам выскажет или девушка вам скажет. Ну, бывает, может и нет. Ну, иногда это вот так вот всё сохраняется, и потом это вот здесь вот, если это потом не разобраться с этим, если она ещё, ну, мы поговорим потом чуть позже сегодня о смирении, если она вот будет это вот держать, и как бы, ну, да-да-да, это будет вот так вот развиваться, развиваться, и потом... В самый интересный момент это будет вот таким образом. Поэтому первое, что разрушает отношения в сегодняшней нашей теме, это предательство. Это то, о чём вот мы сейчас сказали. Предательство человека, который рядом с вами. Не делайте так, пожалуйста. Это знаете, как вы однажды у алтаря обещаете, да? Много всего обычно мы обещаем у алтаря. И делаем выбор. Мы выбираем человека, с которым мы проведём всю свою жизнь. И на самом деле этот выбор, он делается, ну, не один раз тогда у алтаря, да? И не только тогда, когда делают предложение и отвечают, да, я выйду за тебя. Но этот выбор делается, наверное, я бы сказала, каждый день. Каждый день ты выбираешь своего супруга. Каждый день ты выбираешь его, каждый день ты, ну, вот, выбираешь любить его, выбираешь ценить его, выбираешь вставать на его защиту, и ты всегда выбираешь его. Из всех людей на земле ты всегда выбираешь его. Из всех родственников, из всех друзей ты всегда выбираешь его. И это то, что делается каждый день. И это та работа, которая должна производиться у вас. Может быть, не сразу получается, да? Но это то, что вы должны внутри себя тренировать, наверное, тренировать этот выбор постоянно в пользу своего супруга. Причём мы же знаем правильные ответы, но иногда мы просто вот не следим за собой или, ну, вот как-то забываемся, или вот в каком-то порыве таком. Даже если вы совершаете ошибку, это самое правильное, что вы можете сделать — пойти и извиниться. Не когда-нибудь, ещё и про извинения. Иногда нам кажется, может быть, это тоже только мне или только мужчинам, но нам кажется, что если мы накосячили, нам надо вот как-то загладить свою вину, вот подумаю, так, где-нибудь сейчас вот неожиданно что-то сделаю, какой-то сюрприз или ещё что-то. И время идёт, 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 и это только хуже. Просто иди, извини, сядь вместе, возьми за руку, скажи, покайтесь, вот перед «прости, пожалуйста», я вот так поступил, не прав, не права абсолютно, не должна была так делать, не хочу, не знаю, что со мной произошло, работаю над собой никогда, я за тебя, ты для меня самое важное, самое нужное, я всегда с тобой и всё такое. Идёте и говорите вот так, и не обязательно ничего сверхъестественного делать. Пойдём к следующему пункту, хорошо? Да. У нас их пять, и мы постараемся быстренько их пройти. Этот пункт появился в наших плоскостях не так давно, но он очень важный. Этот пункт называется, что вы разрушаете ваши отношения, когда вы занимаете не свою роль в этих отношениях. О чём мы говорим? Это, причём я бы сказала, что это гораздо глубже, это в ваш фундамент, наверное, трещину такую вбивает, фундамент вашей жизни, в ваше призвание, в ваше предназначение, когда вы берёте не свою роль. Что мы имеем в виду? Когда женщина... Давайте я примерами буду говорить. Например, женщина отвечает за уют в доме. Вы можете спорить со мной и говорить, что сейчас 21 век, мы всё делаем пополам, это не моя задача как женщины, а почему я должна. Но я вам скажу, что вы должны, так Богом эта роль нам доверена. Мы отвечаем за любовь, за атмосферу в доме, за то, чтобы было приготовлено, за то, чтобы наш мужчина... Мужчина, меня ругают, что я говорю мужчина. Наш муж, мой муж, приходил домой, и он в доме отдыхал, он находился в доме в покое. И вот когда мы не берём эту роль, а уходим в роль достигаторства, зарабатывания денег, там... Воспитательницы. Обучение, или когда мы, да, мужу говорим, что а вот ты там не вынес мусор, это в корне неправильно, потому что это наша ответственность сбилась мысль. А я сейчас, пока ты находишь мысль, ты не вынес мусор, немножко не про это. А тут роль, когда вы занимаете роль не жены любящей, которая защищает, которая обнимает, которая вот утешает, которая ободряет, которая сподвигает, которая просто любит и заботится. А вы занимаете роль воспиталки, или, не дай бог, мамы для вашего мужа, или бизнес-партнёра. Всякое бывает. Есть разные моменты для того, чтобы, ну, вести себя по-разному, но когда это начинает преобладать... Да, да. И вот я хочу поправку такую внести, вспомнила, что бывают разные периоды в жизни. Бывает, когда там период, ну, вот правда, когда у женщины такой... Ей важно именно вкладываться куда-то. Ну, она начинает, к примеру, бизнес, и этот период они с супругом договариваются о том, что вот давай, подержи, пожалуйста, меня в этом, вот это продлится вот какое-то время, мне нужна твоя поддержка. Ничего в этом такого нет. Всё нормально. Если это длится на постоянной основе, если вы не обеспечиваете своему мужу, чтобы когда он возвращался домой, у него был покой, то это будет разрушать ваши отношения. Потому что это не просто какая-то мелочь, которая, ну, внешне там, ну, уютно, подумаешь. Это то, что подрывает вашу роль, ваше предназначение, данное Богом. Да. А у мужчины то же самое. У нас есть свои роли в отношениях, в семье. Мы сейчас не берём детей, но для неё я кто? Я защитник, да? Это же вот прям моя роль. Я любящий муж. То есть я не любовник в смысле, хотя это тоже, а вот проводник Божьей любви для неё. Ну, то есть я тот, кто должен её любить, оберегать, холить и лелеть. Она же наимощнейший сосуд. Ну, то есть это же вот... А мы часто занимаем роль какого-то переделывателя, воспитателя, там, как-то, я не знаю, какого-то куратора, надзирателя. Ну, вот что-то такое. Так, тут что? Пыль не ваше? А тут вот так. А тут вот это. Не так ты делаешь. Не нужны тебе цветы. Тебе нужно, там, я не знаю, коньки новые купить. Ты вот должна 16 лет в них ходить, пока не сотрёшь. Ну, в общем, когда мы роль свою подменяем, всегда эпизодически есть моменты, когда мы и воспитателями должны... Ну, то есть когда человек, твой человек совершает ошибку, не всегда надо покрывать и в смысле... Ну, ничего, ничего. Иногда нужно сказать, вот тут ты совершил ошибку. Так не надо делать. Бог это видит иначе. Это неправильно и всё такое. Мы должны как-то, ну, обличать. Но это моменты, а не преобладающая позиция ваша в отношениях. Если вы роль свою теряете, это вот, наверное, это одно из тех моментов, которые достаточно быстро приводят к разрушению отношений. Они могут ещё тянуться долгие годы, но это уже не отношения, это такое существование, как-то это пережидание. Ну, там, скорее бы на небо попасть, там будет хорошо. Но отношения разрушаются, когда роли подменяются. И это насаждается откуда-то вот извне в нас. Но мы всегда должны помнить в наших отношениях, какие роли Бог дал мне. Я должен быть священником в нашем доме, я должен быть защитником, я должен быть тем, кто любит её. А мы подменяем это. И это, ну, очень неблагодатно сказывается на отношениях. Особенно, когда вам кажется, что... Сейчас я встану в позицию жены. Вам кажется, что ваш муж ведёт себя неправильно. И, вероятнее всего, он и правда ведёт себя неправильно. Мы, мужчины, часто ведём себя неправильно. Так уж повелось. Но когда вы... Я понимаю прекрасно женщин, которые раз сказали нежно и мягко, два сказали, но там как об стенку горох. И всё это вот так вот разгоняется. И в какой-то момент... Но Бог нас не поставил, нас женщин Бог не поставил, чтобы мы учили наших мужей. Бог поставил их над нами. А мы помощницы нашим мужьям. И поэтому, если что-то не устраивает нас, или мы видим, что там муж давно Библию не читал, или он много сидит перед телевизором, мы не к нему направляем свои недовольства. Мы идём к Богу, который глава нашим мужьям, и говорим к нему, что, Господь, у меня вот так и так, мне это не нравится. Сделай, пожалуйста, что-нибудь с моим мужем. Это работает. Я на себя... Когда-то мы слышали это в интервью с нашими парами. И когда ты слышишь это от кого-то, это... Ну, ты такой, ну да, они авторитетны, я им доверяю, если они говорят, и я знаю, что Бог может говорить. Но когда это работает в твоей жизни, это... И вот у меня такое было. И я молился Богу и говорил, что, Господь, спасибо большое, вот как... А что если вот так? У нас будет когда-нибудь прямой эфир на интимную сферу? Но пока... Но не сегодня. Но это работает. Спасибо, Господь. Да, в общем, действительно, когда мы идём не вот сюда, а вот туда, приходим и говорим, твой сын там ведёт себя неправильно. Бог, пожалуйста, возьми и разберись с этим. Вот с этим. Гораздо эффективнее, чем вы будете сами пилить, пилить. Потому что в какой-то момент уже всё вот так вот забрало и не воспринимается. И нужно менять отношения. И я думаю, что женщинам очень сложно это делать, когда мужчина из года в год там или из месяца в месяц ведёт себя неправильно, и вы уже разогнаны, у вас уже триггер на каждое его действие, вы не можете взять и поменять свою позицию на то, что я просто его люблю, я просто принимаю. Моя задача здесь вести себя вот так. В смысле? Это же ломает. Ну, то есть, это не... Да как же он же такой? Но это как раз то, что меняет отношения. Это как раз то, что нужно попробовать. Когда, знаете, самая большая глупость, знаете же какая, да? Это делать одни и те же действия и ждать нового результата. Такое не происходит. И когда вы вот так вот делали, и делали, и делали, и пилили, и пилили, и говорили, и ничего не происходит. Трудно, но попробуйте взять и поменять. Подумайте, почитайте, спросите у Бога, какая моя позиция в наших отношениях? И займите её. Любить, обнимать, поддерживать, держать руки. И если не хватает вам мудрости в этом, Бог сказал, что кому не хватает мудрости, просите у меня, и я вам дам. Нет никаких условий для того, чтобы вам что-то нужно сделать, чтобы получить эту мудрость, помимо того, ну только, только прийти к Богу и попросить. И это тоже работает. Я вам скажу, потому что вот тут пишут в комментариях и замечают нашу мудрость. Это то, что не наше. Это то, что Господь даровал нам по милости своей, слава Богу. И вы тоже так же можете приходить и просить у Бога мудрости, потому что мудрая жена устрояет дом с вами. Аминь. Да. Наверное, нет других таких молитв, ну или так, нет таких частых молитв, которые я произносил за свою жизнь, как Бог дай мне мудрость. Это вообще. Даже когда, даже когда мы только встречались, и я спросила у Антоши, Антош, вот если бы из всех суперспособностей, которые ты бы выбирал, вот что бы ты выбрал? Одну какую-то суперспособность. И я такая думаю, ну вот он, наверное, выбирает летать или телепортироваться, ну это вообще что за суперспособность. А вот мы бы могли вот так вот перемещаться и снимать интервью в разных... Да ладно, тогда мы не думали, мы просто там бы путешествовать, там бы путешествовать. Антоша ответил, что он бы попросил сверхмудрость. Да, сверхъестественную мудрость, это суперспособность, которая... Но я ещё в пути, я ещё не получил. Мы не умаляем наших способностей, обучения, размышления, поиска, чтения, интервью, которые мы берём, то, что мы впитываем, но это всё равно Бог действует, и всё у него, и от него, и вот где нужно искать. И вы в отношениях в первую очередь нужно искать правильных ответов, в первую очередь у Бога, во вторую на канале Питайкиных. Третий пункт, который мы выписали для нас вот на этот эфир, он состоит из трёх частей, хотя можно сказать, что оно об одном. Разрушает ваши отношения, если вы утаиваете, обманываете, недоговариваете. Начнём с того, что если вы начинаете это делать, то это уже звоночки. Вот, но сами... Подожди, я сейчас пока не ушли. Это звоночки, которые, если вдруг вы утаили что-то, скрыли, обманули чуть-чуть, просто вот так вот сделайте и поймите, что ой-ой-ой, что-то, вы не знаете, где, почему и что и как, но ваши отношения точно почему-то пошли не в ту сторону. Нужно срочно это остановить и разбираться, почему, что, где. Это прям супер звоночек, который говорит, если вы начинаете обманывать друг друга. К примеру, вот когда я размышляла об изменах, вдруг, ну как в детстве, когда в церкви я росла и слышала вот это вот эти упали, эти упали. И мне казалось, что... даже просто пары у нас как-то это объявляли со сцены, и я, в моём представлении было, что это происходит как-то, ну вот так вот, вот они шли-шли и упали. Всё было хорошо, но тут что-то произошло. Но я понимаю, что вот как раз момент, когда начинаются какие-то недомолвки и утаивания, скорее всего, ну вот это такой очень важный момент, когда надо остановить себя и просто развернуться и понять, что... Так, а почему я утаиваю? Чаще всего это делать приятно. Чаще всего ты утаиваешь что-то вот своё, какое-то вот, какое-то вот, какое-то общение приятное. Может быть, в отношениях есть какие-то проблемы, а вот здесь вот там тебя понимают. И вот ты начинаешь вот что-то скрывать. И очень важно в этот момент остановиться и развернуться и прекратить просто. Но такой же момент вот вспомните когда-то у кого-нибудь точно бывали такие случаи, когда вы ловили близкого человека, может, не близкого даже, коллегу на какой-то... на том, что он вам недосказал что-то. И когда это всплывает, очень такой неприятный осадок остаётся. И вот такой осадок в случае, если вы что-то утаиваете друг от друга, это вскрывается, это бьёт по доверию между вами. И это то, что я бы сказала, ваши такие отношения, ваш красивый плод любви добавляет вот этих вот этих вот червяков, которые начинают это всё разъедать. И это опять же тот момент, который классно, может быть, трудно, но всё-таки это момент хороший для покаяния. Если вы где-то совершили вот такое несмертельный грех, ну, то есть, вот вы как-то недоговорили что-то, ну, как бы умолчали что-то, вот как-то так, идите и кайтесь. Причём, знаете как, вот про недоговаривать или утаивать, есть разные окрасы у этих слов, ну, то есть, утаил что-то, это как вот обманул, скрыл что-то такое, ну, вот как бы, а бывает, что мы в отношениях наших утаиваем, особенно это присуще девушкам, женщинам, когда вы путаете понятие смиренное и утаившее, ну, то есть, если что-то вам в отношениях не нравится, если вас обидели или делают что-то, что вам не нравится, вы часто почему-то, я не знаю, ведёте себя так, ну, Бог сказал, типа, будь смиренный, вот это, и вот как-то вы так это вот съедаете, проглатываете, как-то замалчиваете, действительно, есть вещи, которые вы можете как-то, ну, как мы говорили, идти вот напрямую к Богу, да, ну, или в смысле носить немощи своего супруга, ну, вот, ну, не закрывает он шкафчик и не закрывает, ну, может быть, в вашем случае это не такое ранение, ну, вам не нравится, но это не вот не во внутренность вашу проникает, ну, он открыватель, вы закрыватель, окей, но есть вещи, которые вас ранят, и вы такие, ну, вот, и это разрушительное действие для ваших отношений, в таких случаях нужно проговаривать, это гораздо полезнее будет для ваших отношений, чем то, что вы вот, я такая смирённая, я такая вот стерплю, всё вынесу, Бог сказал, и всё такое, нужно тут оговориться, что выносить это на обсуждение нужно правильно, без претензий, без какого-то укора, уколов, крика, нужно потихоньку, спокойно говорить, мы, мужчины, чаще всего не понимаем, что происходит, ну, в смысле, мы видим, что что-то не так, но что не знаем, и нам нужно говорить, вы поможете, возможно, первая реакция будет такая, в смысле, ну, как бы, ничего такого, что за глупости ты придумала, но в нас это зерно проникает, мы начинаем, мы тоже люди, мы тоже там, что-то вот, а если никак это не повлияло, говорим снова, и говорим снова, ну, в любви, в любви, это важно очень, чтобы, как бы мне донести-то, ну, я думаю, вы и сами понимаете, что, когда вы пара, вы, вы одно, ну, то есть, вот вы, вы вместе, если плохо одному, плохо другому, если вы, как бы, хотите, ага, ну, вот, сам догадаешься, что там не так, вы хуже делаете себе, ну, то есть, это же вы одно, вы, вы как будто, знаете, берете одной рукой и щипаете вторую руку, а ты такой, подожди, мне все равно больно, вы хоть защипаетесь, это боль одна, ну, то есть, все равно вам больно, также в отношениях, отношения, это не борьба, это не сражение, а ты вот так, а я тогда тебе вот так, это не перетягивание одеяла, это не морской бой, это не какие-то стратегические там, ага, раз так, тогда я вот так, ты больше с мамой, тогда я больше с подругами, ну, вот, это вообще не об этом, это никак не созидает, вы только разрушаете этим, поэтому если есть что-то, что, на ваш взгляд, начинает строить стену между вами, вот какие-то вещи, эту стену нужно разбирать, не разламывать ее там с ноги, а спокойно, словами, в любви, молитва, общение, это то, что, ну, вот, поможет вам в том, чтобы отношения не разрушились. То, что идеально тоже поможет вашим отношениям, это совместная молитва, если вы не практикуете это, то я настоятельно вам рекомендую это делать, потому что это настолько искреннее состояние сердец, даже если вы вдруг допустили что-то, начали что-то утаивать, что-то скрывать, Дух Святой, он все вынесет, все в свет вынесет, потому что там, где Бог, там нет места для тьмы, когда вы вместе молитесь, вы открываетесь друг перед другом, вы не можете молиться в состоянии, ну, вот, такой, в состоянии темноты, вы не можете молиться в состоянии неискренности, и это то, что поможет вам обоим держать друг друга, ну, вот, в одном духе, молитесь, даже если у вас все сейчас хорошо, прекрасно, молитесь вместе, практикуйте это, чтобы... Да-да, не-не, договаривай, я... Чтобы не допустить эти моменты, потому что когда вдруг кто-то из вас, не дай Бог, но оступится, ошибется, вы это сразу можете понять и не допустить момента уже какого-то плачевного, потому что вы поймете это в молитве, вы поймете это вместе, когда кто-то вдруг там, ну, откажется молиться, или как-то не так будет молиться, вы в духе это, и вот так в отношениях вы это сразу заметите, и это классно бдить по отношению друг к другу. Да, есть те, почему я руку-то тянул, это мое личное откровение, мы практиковали долгое время молитву вместе, вот с самого начала наших отношений я провожал до остановки 11-го трамвая, мы стояли и молились вместе, и это было долгое время, потом был перерыв, когда ну вот у нас, у нас все хорошо в отношениях, и как-то у нас было строительство, переезды, какое-то вот такое, и из нашей жизни ушла совместная молитва перед сном, например, какое-то время этого не было, и недавно совсем у меня пришло откровение, ну, во-первых, я сейчас двигаюсь вот в таком, что приблизитесь к Богу, мне кажется, я часто об этом говорю в чатах, во всяком случае, я ищу близости с Богом во всем молитва, пост, служение, взаимоотношения, вот как-то чтение слова, слушание слова, там аудио Библии и все такое, и мне пришло откровение по поводу молитвы совместной, и тогда я понял, что молиться можно же разными способами, и вот наша молитва всегда была, мы вместе молились за что-то, или за кого-то, но вот последний раз, когда это было позавчера, вчера, мне кажется, мы не молились перед сном, но вот позавчера или позапозавчера, мы начали молитву, когда мы молились не вместе за что-то, а мы молились друг за друга, когда я молюсь за нее, потому это так странно, когда мы молимся за всех вообще, ну вот, и за этого помолимся, и за того, и за Господь на работе пусть все будет, и сын пусть победит у него там на школьной олимпиаде, и вот там, и там, и там, а друг за друга, ну, по крайней мере, может, вы все молитесь друг за друга, а вот мы как-то нет, я за тебя молюсь, да, а у меня нет такого, ну, то есть, я молюсь за тебя, ну, вот мы с тобой начали молиться вместе друг за друга, но так я за тебя, ты у меня в молитвах, ты идите, да, ты лучше, чем я, да, у меня нет, я, нет, я просто считаю, что это моя женская ответственность, моя обязанность, я твой тыл, я покрываю тебя, я защиту Божью на вас распространяю, где вот я как бы дома будю, а за пределами дома я покрываю вас молитвой. Слушайте, как мне повезло, а, в моей жизни две супер-женщины, до того, как появилась в моей жизни Юля, мама, вымаливала меня, просто покрывала годами, десятилетиями, для того, чтобы Бог... Это то, что мы делаем, женщины, это то, что мы должны делать, потому что, вот, по-моему, Лиза Бивер, я периодически об этом рассказываю, счастливцы тех, кто был на семинарах, вот, где мы бывали, я говорю о том, что вот в сравнении по объёму, по размеру самая большая мышца, вот, у нас в организме, вот это язык, и мы, женщины, можем языком своим уничтожить своих мужей, мы можем жалить, мы можем просто втаптывать нашими словами, мы можем резать и колоть языком, но также мы можем своим языком поднимать наших мужчин, мы поднимаем их, когда мы их хвалим, когда мы говорим им, вот, ну, восхищаемся ими, это очень важно, мы об этом поговорим чуть позже, но также мы поднимаем их на руках молитвы, мы защищаем их, мы... Ну, вот я лично, я восхищаюсь Антошей и вот словами так, обязательно замечу, скажу, даже если это ерунда какая-то вот будет казаться, но я обязательно скажу это вот вслух ему, и также я вот по второзаконию молюсь о нём и провозглашаю по 28 главе, по-моему, что, ну, вот, то, какой он там, вне дома, вот, может, вам будет полезно это тоже. Мы в начале эфира говорили, что мы сегодня не очевидные вещи, ну, то есть вот, типа там, измена, насилие и всё такое, абьюз мы не стали сегодня брать, но, наверное, из всех пунктов, которые мы сегодня разбирали, это одна из, вот, можно причислить к очевидным вещам, которые разрушают отношения. Это критика. Критика, есть понятие здоровая критика, вот мы сейчас не про неё. Да нет, нет такого понятия, конструктивная критика, но это очень... Вот если почитать, что такое конструктивная критика, ну, никто из критикующих не может претендовать на то, что это критика конструктивная. Да. Но что вообще? Вот я бы очень хотела, мы дискутировали немного с Антошей, что я бы вот критику отнесла к предательству, добавила туда. Антоша сказал, что это разные вещи, но для меня это момент, когда ты, критикуя своего супруга, ты, ну, вот, ты как будто идёшь против него. Сейчас постараюсь как-то это объяснить, а может и так понятно. Когда, я бы хотела, наверное, от обратного пойти, например, то, что вы видите нас, да, то, что вы видите проект наш, то, что вас восхищает, допустим, наши отношения и то, во что они вылились, в какой... И вы говорите о том, ну, я читаю часто, что у нас такая гармоничная пара, как мы дополняем друг друга. И я бы сказала, что этого ничего не было бы, если бы в наших отношениях не было полного принятия друг друга. Вот полного, со всеми плюсами, минусами, со всеми сильными сторонами и слабыми сторонами. Потому что я вижу, как... Ну, вот, мы назвали это критика, да, но я противопоставлю этому вот принятию в отношениях. Потому что, если бы я не принимала тебя полностью, у меня бы сложно было бы идти за тобой во все проекты, в которые ты предлагал, да, предлагал мне идти. Мне бы очень сложно было это. Если бы ты не принимал меня полностью, если бы ты меня критиковал, а критиковать можно было, и по... даже по критериям... как это... конструктивной критики можно было критиковать меня вот и в этом проекте, ну и до этого. Это бы просто убило меня внутри и сделало бы невозможным делать что-то, идти куда-то, не было бы сил. И я вижу, как в отношениях мужчины убивают жен тем... вот потенциал тем, что нет этого полного принятия. Так же я вижу, как жёны могут убивать своих мужей и их потенциал критикой. И вот, наверное, мне бы очень хотелось, ну, донести эту мысль, особенно если смотрят мужчины нас, что очень важно свою жену принимать полностью. Что это значит? Это не только покрывать какие-то её недостатки, но это восхищаться её достоинствами, это замечать эти достоинства, это делать комплименты, мы ставим против... мы противопоставляем критики, комплименты, мы противопоставляем критики вот это вот полное принятие. И тогда ваш союз, он принесёт просто огроменные плоды. Тогда вы увидите, как меняется ваша супруга, и вы будете вдохновляться, тогда жёны, вы будете видеть потенциал ваших мужей, и вам не нужно будет взращивать внутри себя, ну, вот как бы гордиться своим мужем, там, восхищаться им. Да, вначале может быть, но потом ваш муж будет достигать очень больших высот, потому что вы его поддержали, потому что вы принимали его, потому что вы не критиковали его, потому что вы свой язык использовали как топливо для того, чтобы он достигал, а не как плётка, чтобы его как-то уничижать. Я закончила. Два момента я хотел бы сюда добавить. Первое — это то, что ты говоришь сейчас о критике, которая возвышает или унижает человека. А я ещё хочу сюда добавить, делая так, вы разрушаете отношения между вами, вы не только не даёте ему или ей раскрыться. Если бы я критиковал тебя, я бы не только не дал тебе вырасти вот в какую-то личность, как-то раскрыться так, как ты раскрываешься, но и между нами. Это бы невозможно остаться классными, лучшими друзьями и вот так вот всё такое, когда вы вот здесь критикуете здесь. И, наверное, правильнее будет сказать, что конструктивная критика существует, но она существует не в отношениях мужчины и женщины. Вы можете использовать конструктивную критику, смотря блогеров и говоря, ну вот здесь вот там-то-то. Или на работе у себя, или в служении что-то вы можете сказать, что, ну вы знаете, вот если бы вы сделали вот так, вот так, было бы вот так лучше, эффективнее и всё такое. Где-то в достигаторстве к стремлению к каким-то целям, да, может быть. Но когда это жизнь ваша, это отношения, это такая вот материя, которая не предназначена для критики. В отношениях нет месту критики, в отношениях есть место для того, чтобы говорить о чувствах. Вы не критикуете друг друга, ты здесь вот так сделал, это, ну так вообще никто не делает. Вы говорите, слушай, вот ты вот так сказал, мне было очень больно и неприятно. Мне так, или мне, ну вы только называете свои чувства, потому что когда вы критикуете друг друга, вы как стрелы в сердце отправляете. И естественным желанием для души хочется отгородиться и хочется щиты поставить, хочется защищаться. Отношения в семье — это не то место, где вам нужно защищаться. Отношения в семье — это не то место, даже где детям нужно от вас защищаться. То есть нет места критики внутри семьи. Вы можете использовать её на работе, вы можете там использовать её. Ещё один момент, который я хотел сказать, второй. Вот первый это такое. А второй — критика — это не всегда что-то агрессивное. Я лично знаю пару одну, где критика проявлялась вот в такой шутливо-лёгкой форме, но постоянно. Ну что ты вот опять вот так вот сделал? Ну типа, знаете, ты нерадивый, ты вот такой. Ну что, ну неужели нельзя было вот так вот сделать? Ну почему бы было вот... Ну что, ты как бы сделал, но как бы мог бы сделать и получше. Ну а что ты вот не вот сюда, а вот сюда? Ну а что не прикр... И вот такой вот. И ты как бы хихихаха, и как бы да-да, я тебя люблю, но вот тут, вот тут, и вот тут ты. И особенно мужчины. Мы очень ранимы к критике. Мы созданы таким образом. Это же, ну бог же не делает всё... В Библии об этом много написано, много. Это называется «сварливая жена». Вот эта вот капающая крыша, вот это всё про это. Лучше зелень взять, уйти в угол, чем с такой жизнью. Да, и самое интересное, что я читаю комментарии, ну я просто читаю комментарии, а потом посмотрела, кто написал. И это мужчины написали о том, что про критику это интересная вещь, ну вот правильно говоришь. Потому что это, ну это правда, для мужчины особенно это очень важно. И тут женщинам надо вот действительно вовремя язык прикусить. И одновременно с этим вовремя уметь хвалить. Вот нельзя в этом... ну невозможно, мне кажется, перехвалить мужчину. Ну за дело, конечно, но любую, вот любое, что вы подмечать будете и подмечаете, обязательно говорите. Да, мужчинам тоже важно, нам даже подмечать ничего не нужно. Это не нужно никакого повода, чтобы похвалить, сделать комплимент, обнять, поцеловать, обратить внимание на свою жену. Тут в эту сторону работает вот так. Мы чуть практичнее, мы логичнее как-то, и фактура для нас имеет больше, наверное, значения, и нас вот по фактам, если хвалить, тут чуть-чуть, там чуть-чуть, мы очень... Я что хотел сказать, что Бог, Он всё создал идеально. И Он создал мужчину как сосуд, принимающий поддержку, а женщину как источник этой поддержки. Мне кажется, это вот, ну это самое гармоничное отношение, когда он двигается и нуждается в поддержке, вот в каком-то, в толчке в таком хорошем, вот в мотивации, ещё в чём-то, а она, она это делает. Я бы сказала, что это такое сообщающиеся сосуды, что, ну, женщина не будет из состояния ненаполненности. Не, понятно, да, что если здесь нет любви, то ей нечего отдавать. Всё понятно, да, просто мы вот сейчас раз затронули вот это вот о поддержке, но мы говорили больше про критику, да, что вот такие подколы, вот кто-то в комментариях здесь написал это слово, и я прям, вот оно вертелось у меня на языке, я думаю, вот оно вот как такое, такие подкольчики, знаешь, тут поддел, там поддел, и не созидает это отношение нисколько. Лучше не становится сто процентов. Хуже – да, лучше – нет. Вы можете здесь подколоть, нам кажется, ты же понимаешь мои чувства юмора, всё, я тебя люблю, я же вообще от чистого сердца, но там восприятие, а я хотел сказать, что я веду мероприятия, я ведущий на мероприятиях, и есть всегда такой момент, когда ты проводишь какой-то конкурс, и раньше у ведущих были конкурсы очень своеобразные, и вся свая, все гости над кем-нибудь смеялись одним, ржали, прикалывались, и ведущий ещё это подклывает, та-та-та-та-та-та-та-та, и этот человек, он тоже такой, да-да, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, а сам такой потом, боже мой, какой ужас вообще, какое унижение, и вот всё такое. Это травма. И вот в отношениях это так же, мы можем, и ваш партнёр, когда, знаете, подколом вы, да-да-да, но там внутри, это может нанести большую рану, малую рану, может быть, сейчас ничего не сделает, а потом на третий, на четвёртый, на пятый раз уже начнёт, а потом ему кто-нибудь скажет или что-нибудь типа, а это как бы, ну, почему тебя так вот, ну, подкалывает она, это нормально тебе вот, что он так сказал, и ты такой, а-а-а, не убудет от вас, если вы перестанете подкалывать, ну, то есть, или критиковать, то есть, вы ничего не потеряете, только приобретёте. Лучше в любви говорить слова, нечего сказать, лучше промолчать, но постараться найти что-то, что сказать в ободрении, вверх, а не вниз. Сейчас мы немножко с другой, я чуть-чуть затрону, что если вас постоянно критикуют, проще всего уйти вот в позицию жертвы, в да, вот меня не ценят, не любят, нужно найти в себе силы идти черпать это там, не от него, хотя Бог создал таким образом, что для женщины источник, типа, мужчина, да, идёт вот Бог, мужчина, женщина, ну, как бы, типа, да, для глава Христос, для мужа глава, я вот про это местописание говорю, вот, но вы, если вот отсюда не приходит источник, но не наполняет вас любовью, поддержкой, вы всегда и в более чем полном объёме можете получить это от Иисуса. Идите к Нему, обращайтесь к Нему, и вы говорите Ему, пожалуйста, разберись вот с этим, с твоим сыном, пожалуйста, и наполни меня своей любовью, поддержкой, чтобы вам вообще не разрушиться, потому что иногда можно прийти на момент, из которого потом уже, ну, очень сложно выбраться, вот, поэтому... Я услышала такую фразу не так давно, что отношения — это не 50 на 50, 50 на 50 — это рабочие отношения, отношения — это когда 100 на 100. И вот, знаете, я вот особенно женщинам хочу сказать, что бывает так, что мужа не ценят, бывает так, что они обижают, ну, и оскорбляют бывает, но то, как ведёт себя ваш муж, то, как он относится к вам, не должно определять ваши отношения и ваши поступки по отношению к нему. То есть ваша зона ответственности — это 100% ваша, 100% вам нужно вне зависимости. Не то, если он сделает вот свои 50, тогда я свои 50 сделаю. Нет, вы делаете свои 100 независимо от него. И когда вы придёте на небеса, Господь не скажет вам... Почему-то у меня в голове имя Татьяна, ничего личного. Все Татьяны, простите, на заранее. Да, да, да. И скажет, Татьяна, я вижу, что ваш муж, он не вёл себя достойно, он не любил вас, как я любил церковь, и вы, ну, вот на 50% вы были хорошей ему помощницей, и были, ну, вот на 30% подчинены ему. Вы молодец, я вижу, как он вёл себя. Проходите. Ну, то есть, не будет же так, Господь будет смотреть на вашу роль, и то, как вы выполнили её, независимо от того, как вёл супруг ваш. И когда вы возьмёте вот эту вот ответственность в полной мере, когда вы не будете перевешивать её, вы станете вот таким взрослым человеком, да, это непросто, но на то у нас есть Господь, к которому мы можем приходить, и который будет изливать на нас любовь свою. К нему бежать, не к мужу за любовью, к нему бежать, и уже оттуда вот так вот передавать свои 100%. Да. Пятый пункт, который мы хотели бы сегодня разобрать, я хотел бы, это внешность. То, что... Разрешать. Сейчас я говорю с позиции мужчины, и очень прошу вас, воспримите эту информацию не как критику, а как в любви совет. Слёзно-печально мне видеть, как рушатся отношения, в частности, из-за этого. Мы, мужчины, очень любим глазами, очень любим руками, и мы адекватны, но тем не менее. И мы женились на ухоженной, красивой, подтянутой или не подтянутой, но вот на такой девушке. Мы все понимаем, что с годами мы не молодеем все, и роды делают своё, и всё такое. Но когда женщина себя запускает, нам с этим жить становится сложно. И даже если я весь суперправильный христианин, и никогда не скажу, что... Ну, ты хорошо очень выглядишь к тебе, странно мне применять. Я никогда не сказал бы, если бы ты себя запустила, и вместо 45 своих килограмм стала весить 85, и всё такое, я бы никогда не сказал тебе, что что-то ты выглядишь не очень, вообще отвратительно. Ну, нет, конечно. Я бы жил с этим. Но честно-честно говорю, что на нас это влияет. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли сейчас, что дело не в весе, в смысле, что вот вы весили 50, а стали весить 70, а дело в отношении к себе, в ухоженности. Когда женщина себя запускает, к мужчине относятся точно так же, сейчас просто говорю с точки зрения мужчины. Когда женщина себя запускает, нам это становится не неприятно, не сложно, но на нас это влияет. Мы так устроены, на нас это влияет. Мы визуалы в смысле, что мы любим глазами, для нас важно видеть красоту. И это не так, что мы такие, о, ну она поправилась, или вот у неё там морщины появились, или там ещё что-нибудь с грудью произошло, уж простите, взрослые люди, да. Я найду себе помоложе. Настоящий верующий христианин, он, ну, он будет идти до конца, и мы семья, и всё такое. Но я просто хочу вам донести мысль такую, что на нас это влияет, и это одна из сфер, в которой мы, как это сказать-то, открыты, иронимы, как это, доступны, уязвимы, вот, да, спасибо большое, сестра, уязвимы, что мы в этом уязвимы. И это та дверь, через которую дьявол часто проходит к мужчине. Сексуальные грехи для нас, это, ну, очень, вы понимаете, да, что я имею в виду? Бьют, да. Я добавлю немного, а к твоей жёсткости, и простите меня, девушки, тоже за это, я хочу добавить, да что ж у меня сегодня мысли мои скакуны, и я так и шоку начинаю говорить, но я хочу сказать, что у нас в христианстве есть такое отношение ко многим вещам, вот даже как вот написал кто-то комментарий такой, нормальная картинка, зачем лучше, зачем лучше? И всё, что касается христианского, наверное, только книги к этому не относятся, но фильмы, вы можете поспорить со мной, ну, вот всё, что вот делают. Мы как бы, воспринимаем как, ну, и так нормально, ну, вот зачем лучше, ну, вот и так сойдёт. Вот, но я бы, наверное, сказала, что в браке часто есть у нас отношение точно такое же к себе, к внешности, и как вот мы к своим мужьям через это относимся, что, ну, года идут, ну, и, ну, как бы, ну, и так, я, ну, это же понятно, да, и мужья тоже так же по-христиански к нам относятся, что, ну, вот, ну, это же по-христиански, ну, так сойдёт. В любви, да. Да, но я хочу вам раскрыть секрет такой, и я думаю, женщины все меня поймут, что можно, конечно, сказать, что там я пришла к пониманию, что вот я прекрасна и такая, но когда, но часто мы живём сами в недовольстве с собой, в каком-то вот, ну, вот мне тут не нравится, и мы сами себе очень крутые критики, покруче, чем любой мужчина, мы женщины сами себя критикуем, и дело вот даже, ну, вот, и во внешности, но даже и не во внешности, когда это подключает за собой дальше недовольство с собой, когда я не чувствую себя красивой, и по цепочке я не чувствую себя красивой, я не чувствую себя привлекательной, я не чувствую себя уверенной, я не могу, вот, можно я буду откровенной перед вами, но я не могу там раздеться при муже, при свете, к примеру, или мне вот неудобно, мне хочется что-то закрыть. Это такая неприятная тема, но, что я хочу сказать, вот, замечай по себе, вот у меня есть клуб девочек, подружек, с которыми мы отказались от сахара, но я сейчас не про это, я про то, что, когда ты начинаешь вкладывать в себя, видеть изменения, когда ты подключаешь элементарно, там, какие-то зарядки, и ты видишь, что там, ты давно хотела похудеть, у тебя не получалось, и вот ты похудела, твое отношение к себе меняется, твое отношение к мужу меняется, ты становишься вот такой жизнерадостной, заигрывающей девушкой, ты становишься кошечкой, и вот эта вот кошечка, она нужна мужу, нужна, потому что, ну, вокруг это одна из составляющих брака. Когда вы за собой ухаживаете, когда вы в себя вкладываете, когда вы, ну, вот усилием каким-то, да, берёте и себя формируете, если вы довольны собой, окей, ладно, и вашего мужа всё устроит, супер, но если вы сами недовольны собой, начните что-то делать, потому что, когда вы будете переживать эти изменения, эти изменения будут замечать ваш муж, и ваши отношения будут расти. Это я вам обещаю, это я вам говорю сто процентов. Очень важно, как женщина себя самоощущает, и, к сожалению, вот только когда ты во что-то вкладываешься, ты начинаешь это ценить, ты начинаешь как-то по-особенному чувствовать себя. И вот вам, если вам необходимо почувствовать вот эту любовь к себе, почувствовать себя желанной, красивой, как-то вот к мужу проявлять себя, не стесняясь, начните за собой ухаживать. Наверное, вы где-то что-то пропустили. Да. Вот, простите, это очень такая жёсткая тема. Я знаю, что могут быть всякие. И со здоровьем проблемы. Нарушения, да. И нарушения, да. Но мы не должны запускать себя. Это не про вес. Ну, тут дело не в весе. Все же знают, что есть мужчины, которым очень нравятся полные женщины. Это очевидно. Есть такое. Дело не в этом. Дело вот как раз в запущенности. Дело вот в пренебрежении к себе. В таком вот состоянии неухоженности и вот этого всего. И это не всегда то, что приводит к разрушенным отношениям, но это часть определенная. Вот. Поэтому особенно просто, даже если вы не хотите это делать ради себя, может быть, для вас будет хорошим стимулом сделать это для вашего мужчины. потому что есть ситуации, когда мужья изменяют. Я вообще не оправдываю их. Это их вина абсолютная. И нет никакого оправдания. Все равно он сделал этот выбор. Но как мужчина я могу сказать, что измены не происходят вдруг. Ну, то есть это не бывает. Ну, конечно, разные бывают. Там по пьяни, где-то вот светских в кино, там или еще что-то такое. Но когда мы говорим о реальных отношениях, о христианских отношениях, когда падают мужья, это очень редко бывает. Вдруг что-то произошло. Это шаг за шагом, шаг за шагом, шагом. И когда мужчина, а сексуальная тема, как мы уже много раз говорили, для нас сверхважна, когда мы вот здесь. Вы же понимаете, да, что мужчина тоже подвержен возбуждению или невозбуждению, хотенью или нехотенью заниматься любовью. И когда с тобой человек, который пренеближительен к себе, это, ну вот, все меньше и меньше и меньше возбуждения, это, конечно, мы сейчас уже такие взрослые темы затрагиваем, но тем не менее, я думаю, что вы понимаете, да, и это просто... Есть три вещи, которые самые большие сигналы к тому, что в ваших отношениях проблемы. Три их таких. Первое, это то, о чем мы сегодня уже говорили, когда вы обманываете друг друга, если вы начали обманывать друг друга, просто это значит, что есть проблема, это вот один из главных задач. Второе, это если вы не смеетесь вместе, если нет моментов, когда вы вместе, вот, ну, какое-то отношение. Это вот звоночек, что что-то не так. И третий звоночек, это когда вы не занимаетесь сексом. Если в отношениях нет секса или он раз в два месяца, это явная проблема, явнейшая. И я хочу сказать, что внешность женщины влияет на мужчину, мужчины влияет на желание женщины. Просто если женщине чаще важны другие моменты, он может и быть, и выглядеть не так, там, не Аполлон, не Брэд Питт и все такое, но он восполняет ее нужды в любви, в общении, еще вот в чем-то, то она открывается и готова к занятиям любви и с не самым красивым мужчиной. То у нас чуть-чуть по-другому, для нас важно, чтобы женщина была... Можно я добавлю? Бог любит... Комментарий тут. Бог любит за внутреннюю красоту, внешняя красота проходит. Нужно больше духовные качества взращивать. А кто говорит о том, что... Ну, о крайностях... Или-или. Или-или. Можно быть духовной и при этом быть цветущей, красивой, ухоженной. Это не мешает друг другу. И знаете, вот женщины, представьте такой момент, когда к вам подходит вдруг... Вот прям вот представьте, к вам подходит ваш муж и говорит, слушай, давай поговорим с тобой. Ну вот вы можете представить себе такое? Мы любим женщины пообщаться. Очень любим пообщаться. Нам важно часто пообщаться, мужу что-то рассказать. Что ты сейчас чувствуешь. Да, и он начинает вот... А что тебя расстроило? На вашем языке говорить, говорите? Да, представьте. Вот для нас вот это вот так, а для мужей это так, когда мы сами подходим к ним и начинаем заигрывать с ними. И можете даже ничего не говорить. Ничего не говорить. Просто вот на языке... Нашей любви, да. ...физической... Физической начинаем с ними разговаривать. Для мужчины это примерно вот точно так же, как если к нам подойдут вот восполнять вот эту вот потребность. И ты такая, что? Ты хочешь со мной поговорить? Ты хочешь со мной сам поговорить? Вот то есть это что-то... И так же, мужчина, ты вот сейчас пристаёшь ко мне, типа, чтобы мы сейчас вот что-то вот такое? В смысле? Но когда мы можем это делать? Только если мы в себе уверены. Только если мы чувствуем себя суперкрасивыми. А это происходит, когда мы вкладываем в себя. Да, заботимся о себе. А вот этот момент обобщения, это то, что вам и женатым, и неженатым нужно запомнить, и то, что очень поможет вам в отношениях, чтобы вы тоже проявляли инициативу в этом. Мы не собирались об этом поговорить, но раз забежали вперёд, вот хочу, чтобы это проговорили. Вы можете как угодно относиться к этому, но вот в этом видео это останется. И, конечно, это не единственное... Ну, то есть, конечно, можно сказать, ой, да я самая... Как мы когда готовились, Юлечка тоже говорила, что и самым красивым женщинам изменяют. Ну, то есть ты можешь... Да. Ну, мы же понимаем, да, отношения настолько многогранны, настолько разных всяких обстоятельств, слева, справа и всё такое. Мы это понимаем. Но одна из граней, которая может разрушить отношения, это пренебрежение к себе. И как с точки зрения, что вы сами себе не нравитесь, сами себя не любите, и это токсичность такая, ну, то есть от вас вот исходит. Вы даже не говорите, не критикуете ничего, вы просто нормально. Но ваше самоощущение передаётся на весь дом. Вы же очаг, вы же атмосфера. Ну, я про женщин сейчас говорю. Что вы создательница. Создательница. И если в вас вот это, это распространяется на всё окружение ваше. И на мужчину тоже, и на детей тоже. Но и если вы пренебрежительны к себе, и мужчине всё меньше и меньше хочется вот как-то быть с вами. Он может дожить до конца, и пройти, и говорить, что вы самое лучшее, и самое красивое, и вообще нисколько не поправились, и да всё нормально. Но это не всегда от нас зависит. Где-то есть решение, а где-то есть то, что просто на тебя влияет, 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 влияет. Под лежачий камень вода не течёт, знаете, да, но вода камень точит. Вот. Поэтому, ну, короче, мы вот хотели об этом поговорить и поговорили. Вот. Всё, будем заканчивать. Счастья, здоровья. Любим, целуем. Пожалуйста, пересмотрите это ещё раз, если это нужно. Выпишите эти пять пунктов, последите, проанализируйте, помолитесь об этом, поищите, есть где-то, что вам нужно. Успейте это сделать, потому что эфир, скорее всего, не будет долго висеть. Да, да. Всё, пока-пока.